Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики FreshForex. И с нами сегодня аналитик компании FreshForex Александр Горячев. Александр, доброе утро! Доброе утро, Игорь! Доброе утро, коллеги! Начинаем наш обзор рынка. Поздравляю всех с началом новой торговой недели. Недели обещают быть интересны, и мы сейчас коротко поговорим по текущей ситуации на финансовых рынках. Начать мне хотелось бы с нефти. Нефть – наше все для многих российских трейдеров. И здесь что у нас получается по нефти? Начнем с технической картины. На дневном графике мы увидели на прошлой неделе пробой средней границы по индикатору полосы Боллинджера. И после этого был ретест этой самой средней границы. После чего мы оттолкнулись от нее, и сегодня уже мы торгуемся выше, существенно выше этой самой средней. У нас индикатор силы тренда показывает отметку 38,2 – это ADX. Линия ADX растет, значит, тренд у нас хороший. И, как говорит автор данного индикатора, когда значение от 40 до 60, у нас на рынке сильный тренд, очень сильный тренд. То есть на прошлой неделе мы видели там 34,35, сейчас 38,2. То есть мы приближаемся к 40, к сильному тренду по данному техническому индикатору. А осциллятор RSI я использую, и здесь он показывает значение 58, то есть у нас есть область перекупленности, когда цены сильно выросли, это 70 и выше. Значение 58 – это нормальное значение, тренд может продолжаться, ему ничего не угрожает, никакой перекупленности нет. Таким образом, техническая картина хорошая, у нас получается цель на ближайшее время, на сегодня-завтра, на ближайшие дни – это верхняя граница Боллинжера на дневном графике 74,12. Цель на сегодня краткосрочная – это обновить максимум, который у нас был на прошлой неделе, 16 мая, 72,70. У нас сейчас котировка 72,29, то есть ближайшая цель – это на 50 пунктов вверх, краткосрочная цель. А так основная цель на эту неделю, которая, скорее всего, будет достигнута, я думаю, в среду, потому что среда у нас традиционно такой новостной день для нефтяного рынка, там вечером выходят данные по Министерству энергетики Америки, скорее всего, я думаю, вот на этих новостях мы и доползем до отметки 74,12, верхняя Боллинжера. Что касается новостей, то новости в целом тоже хорошие, располагают к росту. Вчера был мониторинговый комитет ОПЕК, саммит, такое небольшое собрание в Саудовской Аравии. Вчера собирались 14 министров стран, которые входят в ОПЕК+, и, значит, никто из них не сказал, что нужно сделку прекращать по сокращению добычи, что нужно добычу резко увеличивать, никто из них этого не заявил, это хорошо. Второй момент, было сделано такое осторожное заявление, что, конечно, летом, всегда летом растет потребление нефти по сравнению с зимой, но при этом, поскольку запасы в так называемых странах УСР, это организация стран экономического развития, крупнейшие страны мира, запасы здесь выросли, то с начала года, то, соответственно, нет смысла добычу резко увеличивать. Соответственно, нужно добычу немножко увеличить, и все склоняются к тому, чтобы выполнять соглашение декабрьское, ОПЕК+, последнее, на 100%, то есть сейчас это соглашение выполняется на 150 почти процентов, то есть было принято решение по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей, и эта цифра значительно превышена, почти в полтора раза. И участники просто предлагают вернуться к этой отметке 1,2 млн, то есть почти на 500 с небольшим тыс баррелей добычи увеличить на летний период, и чтобы все равно в целом добыча была сокращена от пикового значения прошлого года на 1,2 млн. То есть небольшое увеличение добычи, скорее всего, будет, но именно такое, не совсем чрезмерно большое, для рынка это хороший сигнал. Плюс вчера был, значит, такой экстренный саммит арабских стран, Саудовская Аравия, король Саудовской Аравии его инициировал, здесь обсуждают вопросы, связанные с РАНом, потому что подозревают РАН в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Эксон Мобил, американская компания, начала эвакуировать своих сотрудников из Ирака на границе с Ираном. Есть объекты, на которых работает Эксон Мобил, и с этих объектов персонал эвакуировали. На прошлой неделе еще эвакуация из Ирака подверглась дипломатической миссии, американской, то есть количество американцев на границе Ирана и Ирака становится все меньше и меньше с каждым днем. То есть тоже такой сигнал, он пока ни о чем не говорит, но выводы уже некоторые люди делают, что вдруг будет военная какая-то операция, чтобы люди не пострадали, их эвакуируют. Ну, пока это только лишь разговоры, слухи, но это такая напряженность тоже положительно будет сказываться на котировках. Плюс по Ливии также прозвучала информация в субботу, что там могут быть проблемы с поставками нефти, из-за вот этой гражданской войны, которая идет там уже несколько недель. Поэтому тоже, пока это слухи, разговоры, но тоже такой фактор для роста котировок. Ну и плюс, обычно в Америке уже в конце мая начинают сокращаться запасы, потому что нефтеперерабатывающие заводы, которые всегда в апреле и в начале мая закрыты почти все на ремонт. Ремонт проводится для того, чтобы летом, когда самая основная нагрузка в году на нефтеперерабатывающие заводы наблюдается, чтобы вот эти НПЗ, они выдержали нагрузку, чтобы не было никаких форс-мажоров. Соответственно, перед летом всегда, каждый год НПЗ закрываются почти все. Там остается несколько НПЗ работать, остальные, большая часть закрывается. И как раз уже где-то в середине мая, второй половине мая, они уже ремонт завершают и начинают работать. И начинают перерабатывать нефть, соответственно, запасы начинают потихонечку сокращаться уже второй половине мая. Поэтому, скорее всего, на этой неделе мы получим хорошие новости в среду по запасам и по добыче. Тем более, что, по данным Baker Hughes, маленькие нефтегазовые компании американские продолжают сворачивать свою деятельность. В Америке, как наблюдается сейчас, по данным Baker Hughes, платформы крупных компаний, они работают, а платформы небольших таких маленьких компаний, они закрываются. И уже закрываются пять недель подряд. Это все связано с тем, что у маленьких компаний не хватает финансирования. Кредиты подорожали. Если года два-три назад, когда ставка ФРС была ниже 1%, кредиты были дешевые для предприятий, то теперь кредиты подорожали. Для маленьких компаний они уже больше 5% в Америке. И маленькие компании оказались к этому не готовы. И, соответственно, они сейчас начинают думать не о количестве, а о качестве, и они начинают закрывать так называемые низкорентабельные проекты и уже фокусируются на высокорентабельных. Поэтому вот здесь такая тоже ситуация. Поэтому и новости, и теханализ показывают вверх. На мой взгляд, это хороший сигнал. Соответственно, движение вот ждем вверх. Что касается, что у нас еще может быть интересного, поскольку мы говорим о нефте, то имеет смысл поговорить об активах, связанных с нефтью. И, на мой взгляд, надо поговорить и о Газпроме, той компании, которая была главным таким ньюсмейкером прошлой недели. На мой взгляд, на этой неделе у нас есть хорошие шансы продолжить тот восходящий тренд. У нас сейчас на дневном графике такой вот, на мой взгляд, формируется треугольничек. И здесь получается нижняя граница треугольника. Нижняя граница, там 196 плюс-минус. И, соответственно, вот здесь как раз можно разместить order by limit на нижней границе. То есть ждать снижения нижней грани. После этого пробой в верхней грани и движение дальше вверх. Целью по треугольнику всегда является высота, как нам пишут в учебниках. И я бы здесь, получается, высота это от 192,23 до 203,31. Это 10, получается, даже не 10, а 11 рублей вверх. Соответственно, верхняя грани это где-то 201 плюс 11 рублей это 212. Цель. Бывает очень часто, что треугольную цель по этой высоте инструмент проходит сильно дальше. Бывает немного и доходит. Но я бы в этой связи округлил бы на 210 на круглый уровень. И вот 196 покупал бы. Здесь когда может этот треугольник реализоваться? Он может реализоваться и сегодня. Например, нефть пошла выше 73. И «Газпром» на этом тоже дернулся. Может быть, это будет и завтра. Потому что, в принципе, еще есть некоторое время, чтобы «Газпром» торговался в этом треугольнике. Мы тут никогда не знаем, когда начнется резкое движение. Но вроде как все к этому готовится. Поэтому я бы просто поставил на 196 buy limit, 210 profit и просто бы подождал. И все. Больше бы здесь ничего пока не делал. То есть здесь хороший такой треугольничек. И, на мой взгляд, тенденция продолжится. Потому что здесь, в принципе, мы по «Газпрому» очень долго, больше 5 лет стояли в таком боковике. Там 110-180. И мы на прошлой неделе резко вышли из этого боковика. Очень долго мы там стояли. И сейчас тенденция сменилась. Соответственно, здесь, на мой взгляд, тенденция продолжится. Тем более, на форумах, если почитать, форумы популярные, то основная масса людей, обычных трейлеров, продолжает шортить «Газпром», как шортило на прошлой неделе, когда он резко вырос, и они получили убытки. Сейчас тоже все разговоры о том, что надо продавать дальше «Газпром», шортить. И здесь тоже получается вот такая тенденция. ADX показывает хороший тренд тоже. Линия ADX растет. Тренд есть. И это хорош тоже техническая картинка. Новости в целом тоже хорошие. Получается, «Газпром» у нас нашел на прошлой неделе на Ямале две новые точки с запасами газа на полтриллиона кубометров. Два новых таких месторождения. То есть ресурсная база компании восполняется. По силе Сибири никаких изменений нет. В четвертом квартале запуск газ пойдет в Китай. Турецкий поток изменений нет. 31 декабря запуск, и газ пойдет уже в Сербию, в Турцию. То есть тем странам, которым этот газ нужен. Соответственно, здесь вот эти два газопровода – это такая основная идея на вторую половину года. По Северному потоку тут вроде как много разговоров. И здесь последняя информация какая, что вроде как Дания блокирует. Но она как блокирует? Она попросила просто еще одну заявку предоставить. То есть два варианта. И компания «Оператор» Северного потока, которая наполовину состоит из «Газпрома», наполовину из европейских компаний, они заявили о том, что можно этот Северный поток провести и не через Данию. А по другой территории сделать небольшой крюк, он особо не критичен. И тогда Дания вообще никакой роли не играет. То есть есть несколько вариантов. Если Дания откажет, то все равно его построят, просто будет небольшой такой крюк, небольшие просто издержки. И его все равно построят. Поэтому спекуляции на эту тему тоже, по идее, заканчиваются. Соответственно, здесь все неплохо. Что касается российского рубля, который у нас тоже с нефтью коррелирует сильно, то здесь на этой неделе, на мой взгляд, хороший получается тоже фон такой. У нас, получается, мы на прошлой неделе пробили среднюю границу Боллинджера на дневном графике 15 мая. Потом постояли ниже, протестировали 17 мая. То есть сделали возврат к этой границе, так называемый ретест. И сегодня мы видим гэп вниз и отбиваемся. То есть, ну, как вот по учебнику. Были на верхней Боллинджера, пробили среднюю, возвернулись к ней возврат. И опять дальше. Снижение уже к нижней получается. Нижняя граница это 73,75. Вот это цель на эту неделю в паре доллар-рубль. Цель на сегодня это ближайшая поддержка 64,23. Это экстремум 30 апреля. Вот здесь на графике эта линия цель на сегодня. А цель на эту неделю 63,75. Это техническая картинка, значит. Новостная картинка тоже хорошая. Во-первых, у нас дорожает нефть. Это хорошо для рубля. Во-вторых, у нас в конце недели начинается налоговый период. То есть будут платить налоги, менять доллары на рубли, чтобы налоги заплатить. Это хороший фактор для рубля. А в-третьих, индекс RGBI, Russian Government Bond Index, индекс гособлигаций, он бьет новые рекорды за последние полгода. На максимуме этого года был на прошлой неделе, сегодня это максимум обновили. Открылись торги в 10 часов. И вот за час там резкий рывок вверх по облигациям. То есть доходности падают, стоимость облигаций растет. Десятилетки у нас уже торгуются с доходностью 8,04. Это хорошая отметка. Двухлетки. Там приближаются к 7,40 отметке. То есть это о чем говорит двухлетки. Двухлетки у нас почти на одном уровне всегда торгуются с ключевой ставкой. То есть поскольку у нас ключевая ставка 7,75, то и двухлетки всегда тоже где-то вот на этом уровне. Чуть ниже, там например 7,73, чуть выше 7,80. Ну где-то вот 7,75 доходность как на ставке плюс-минус. Сейчас 7,40. То есть о чем это говорит? Это ниже, это существенно ниже. И это говорит о том, что значит центральный банк с высокой долей вероятности на следующем заседании через месяц в июне будет снижать ставку на 0,25%. То есть двухлетки это хороший индикатор опережающий, я всегда за ним смотрю. И он практически никогда меня не подводил за крайне редким исключением. Когда доходность двухлеток падает, там на 0,25-0,30% тот странный банк ставку снижал на ближайшем заседании. Сейчас именно такая ситуация, соответственно снижение ставки, это будет способствовать еще большему притоку на рынок облигаций. Потому что при снижении ставок сейчас будут покупать длинные облигации, там 7-летние, 10-летние. То есть это тоже хороший такой сигнал для рубля. Поэтому здесь вот такая ситуация. Пойдем ли мы сильно ниже? Наверное пока нет, чем 63-50, там 63-60. Потому что Минфин продолжает каждый день пылесосить валюту с рынка. Тут на 19 миллиардов рублей с копейками. На прошлой неделе каждый день покупали валюту. Плюс тут нужно учитывать, что в мае месяце количество рабочих дней меньше, чем в апреле, например, из-за праздников. Поэтому Минфин тут вынужден больше покупать валюты, чем обычно. В апреле по 15 миллиардов покупали с половиной, сейчас по 19 с небольшим. То есть это все мешает рублю укрепиться. По сути дела, был отчет на прошлой неделе в пятницу по государственному бюджету. Там профицит бюджета, то есть доходы превышают расходы за период с января по апреле за 4 месяца. И почти весь этот профицит, весь этот излишек, как раз Минфин направил на скупку валюты для своих резервов. То есть резервы Минфина в этом году будут, судя по всему, огромные, потому что Минфин очень много закупает валюты. И здесь надо учитывать этот фактор, например, что вот в 2017 году, когда у нас пара доллар-рубль, вот здесь мы видим 2017 год, она тут опускалась там 55-61, минимум был пары доллар-рубль. И в 2017 году вообще тут у нас так вот мы сильно выше 60 не уходили. Здесь Минфин на валюту-то особо и не покупал, он это делать начал как раз в конце 2017-го, только по чуть-чуть, по 2 миллиарда в день, это вообще копейки. Поэтому Минфин как бы тоже не дает рублю сильно вырасти. Он все больше и больше, он увеличивает и увеличивает покупки валюты. Начинали с 2 миллиардов, сейчас уже 19 миллиардов. И, соответственно, если цена на нефть вырастет, а я думаю, она вырастет к 7,9 в ближайший там месяц, то еще больше увеличатся закупки валюты в следующем месяце, в июне. Уже можем увидеть цифру 20, допустим, миллиардов в день. Соответственно, тут в таких условиях рублю будет тяжело укрепляться. Но все равно вот такой небольшой фактор на укрепление есть, то есть как раз вот сходить там 63.75 или чуть ниже на 63.50. Из основных валютных пар, на мой взгляд, сегодня можно купить доллар-иену. Здесь краткосрочно хороший такой тренд коррекционный, коррекция техническая после сильного падения. Здесь цель средняя Боллинджера на дневном графике 110.74, а купить лучше от круглого уровня 110. S&P и другие индексы я бы сейчас не трогал, потому что, с одной стороны, есть хороший момент, индекс страха в X, который показывает у нас такие, скажем, страхи инвесторов, он падает, он достаточно хорошо упал в последние дни. Это вроде как хорошо, S&P может сходить на среднюю Боллинджера. С другой стороны, сегодня тут новости по компании Huawei, что им запрещают теперь работу с американскими компаниями, и теперь Google не сможет с ней сотрудничать. Соответственно, китайцы могут какое-то заявление сделать. То есть может быть какой-то такой информационный фонд, небольшая такая шумиха, так называемая вербальная интервенция, агрессивная, и мы можем увидеть движение вниз. Но это тоже пока не 100%. Может быть, рынок вообще это может и проигнорировать, потому что по Huawei еще новости начали в пятницу поступать, и просто вчера уже вечером это все. То есть слухи были в пятницу, вчера уже вечером были факты. Поэтому, возможно, в пятницу вот рынок снижался, может быть, это в пятницу уже было учтено рынком Huawei, Huawei, может быть, нет, то есть я пока вот не уверен. Учтено это рынком Huawei, нет, я бы пока здесь просто понаблюдал. А золото я бы сегодня тоже не трогал, потому что показатель золота-серебра, коэффициент, когда мы стоимость золота делим на стоимость серебра, он сейчас снижается. Для золота это обычно плохо, но при этом прямо сейчас продавать я бы тоже не стал, потому что мы пробили среднюю Bollinger на дневном графике в пятницу. По идее, если вот мы говорим как по учебнику, то мы, по идее, должны увидеть возврат, как вот в паре Дуба мы увидели пробой и возврат, и сейчас мы падаем. То есть здесь примерно та же самая тенденция. Мы были на верхней границе, 17 мая пробили среднюю, сейчас ниже среднюю. По идее, должен быть возврат к этой средней, это отметка 1282.15, и уже от нее падение на нижнюю, на нижнюю 1266. Поэтому я бы сейчас золото не покупал, потому что соотношение золота-серебра падает, но при этом продавать тоже сейчас неинтересно, потому что вы продаете вот среднее Bollinger. Я бы, в свою очередь, к золоту вернулся бы завтра, если завтра мы будем на средней границе, и, например, на часовых графиках будет видно, что мы от этого уровня отбиваемся, то есть подошли, отбились, подошли, отбились. Вот это как раз тот самый момент, чтобы продать золото. Поэтому завтра можно к этому инструменту будет вернуться. Сейчас пока понаблюдаем за ним. Уважаемые коллеги, готов ответить на все ваши вопросы. Игорь, передаю вам слово. Хорошо. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Возвращаясь к теме нефти, которая сейчас самая горячая, поскольку она наиболее, на мой взгляд, информативная сейчас. Вы сами в каких-то позициях у нефти находитесь? Да, я нахожусь в позициях. Я покупал еще нефть на небольшом снижении. И я жду... У меня две цели. Первая цель – это верхняя болинжера, который сейчас говорил, это 74, значит, 13. И вторая цель – это уровень сильного сопротивления 79,30. Я частично буду выходить на 74,13, меньшую часть, процентов 40. И 60 процентов я оставляю на 79,30. Ясненько, понял вас. А вот если посмотреть на текущий часовик, Александр, то, что снижается несколько цена в моменте, вас не пугает на этом часе? До какого, вот скажем так, до какого уровня вы готовы держать продажу, вернее, покупку, не отказываясь от нее? Ну, смотрите, Игорь, у меня средняя цена, получается, мои покупки равна 71,02, поэтому, в принципе, то, что вот сейчас там котировка 72,13 на доллар чуть-чуть, с небольшим, она выше, меня это, в принципе, устраивает. Где сейчас может остановиться снижение? Я думаю, на 72 ровно у нас средняя болинжера на часовиках. Судя по всему, мы сейчас туда идем, к этой границе. Поэтому где-то вот здесь, наверное, плюс-минус, может быть, чуть пониже, можем сходить. 71,70 мы можем как раз и остановиться. В принципе, ничего страшного в этом нет. Здесь я пока позицию держу, и если говорить про отмену тенденций, то я буду смотреть на нижние границы болинжера. Это 68,62 на дневном графике. Если туда цена опускается, то я все позиции закрываю с убытком. На мой взгляд, туда рынок не пойдет. На мой взгляд, рынок будет идти вверх. И здесь у нас что может получиться? Либо мы сейчас просто консолидируемся. У нас есть две поддержки. Значит, не поддержка, а поддержка и сопротивление. То есть поддержка 72,05 экстремум 13 мая и сопротивление 30 апреля 72,66. Пока у нас получается, что мы на часовом графике именно находимся в этом диапазоне. И возможно, сейчас идет такая проторговка, чтобы дальше выйти вверх. Я пока, честно говоря, ничего такого плохого в нефти не вижу. То есть вас пока все устраивает, и вы верите в продолжение ее роста. Но я думаю, очень многие сегодня рады будут услышать эту идею и поддержать ее. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор и комментарии по рынку нефти. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Игорь, спасибо. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Желаю всем сегодня успехов в торговле, отличного настроения. До свидания. Всего доброго. До свидания.